Приветствую вас. Давайте мы с вами начнем, пожалуй, с того, что заметим, форму вашего вопроса. Форма вашего вопроса для размещения его в разделе психологии не совсем подходит. Потому что вы зачем-то написали дату рождения, зачем-то приложили свою фотографию, а психологам все это не нужно. Психологи работают с аналитической информацией, да, то есть психолог анализирует информацию, которую дает ему клиент и уже основывает на этом, делает выводы и дает рекомендации. Вот. Поэтому то, что касается вас и то, что касается вашей проблематики, здесь надо определить сначала. Какую помощь, какого именно конкретного специалиста, да, вы хотели бы получить, потому что если вы хотели бы получить помощь психологу, то, соответственно, нужно более подробно рассмотреть то, что вы написали. Да, то есть проанализировать, например, ваши отношения, почему вы сам в этих отношениях совершили ошибку. Вот. А проанализировать ваши эмоции, ваши чувства для того, чтобы постараться понять, что именно вызывает у вас обиду, что именно вызывает у вас негатив, да, и так далее. То есть это вот такие довольно важные моменты. Далее. Если мы говорим о прочных отношениях и то, что вы не можете забыть о них, о мыслях у вас, крутятся вокруг них, это говорит о том, что на эмоциональном уровне ваши отношения еще не завершены. И их нужно завершить на эмоциональном уровне. Кроме того, вы явно от этих отношений что-то для себя получали, что теперь не дает вам их отпустить. То есть вы что-то получали, вы какие-то свои желания, потребности удовлетворяли. Теперь, соответственно, возможности такой у вас больше нет. Желания остались, которые вы удовлетворяли. Вот. И, соответственно, новых способов удовлетворения своих потребностей вы не видите. Вот. И продолжаете так вот, собственно, думать, фондозировать о каких-то отношениях именно для того и именно потому, что они вам нужны для удовлетворения своих потребностей. И, соответственно, для самих отношений это, вообще-то говоря, не так уж и хорошо. Именно для самих отношений. Потому что если вы при взаимодействии с человеком руководствуете не его, например, счастьем, а не его, например, благосостоянием, благополучием и так далее, а своим, то вряд ли. Такой человек будет вас, ну, скажем так, благодарить, да, вряд ли такой человек будет вас как-то вот любить и относиться к вам, ну, скажем так, хорошо. 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 Поэтому в том, что касается вашей мотивации быть в отношении к кем-либо, нужно разбираться, разбираться особенно досконально. Понятно ли? О чем мне притча. Дальше. Что касается амбиты. Что касается амбиты. Амбиты позволяют вам понять, что именно вы делаете не так. Обиды говорят о завышенных или, иначе говоря, необраданных ожиданиях. Ну, просто потому, что в итоге-то вы обиделись, и в итоге-то ситуация сложилась так, что вы не получили того, что вы хотели, да? Вот. И, соответственно, нужно анализировать, какие именно у вас были ожидания. Что именно вы хотели и почему, чем это было продиктовано, да? Ну, допустим. 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 Вот. И, соответственно, что за этим всем стоит. Вот. Обиды также – это всегда направленность негативных эмоций, негативных чувств, либо на себя. Либо на, соответственно, других людей. Но в итоге, как бы по итогу, в поведении, вот в самом поведении, например, ваше, ничего не меняется. Если вы будете прислушиваться к своим чувствам, прислушиваться, может быть, даже к своим обидам, которые у вас есть, потому что они сами по себе обиды имеют право на существование. Это бесспорно. Это бесспорно. Будете ли вы это делать или нет, это уже ваше право. Вот. Хочется сразу отметить, что характер вашего поведения, то есть говоря грубо, то почему вы ведете себя именно так? Почему обижаетесь, например, почему у вас завышенные ожидания от, ну, например, партнера. Да? Вот это все идет из детства. Вот. То есть, вами были подавлены в детстве некоторые свои желания, некоторые свои потребности. вот. Были вложены, были вложены некие негативные установки, которые вам теперь просто-напросто мешают. Установка, или можно сказать, это называется иногда еще драйвер, вот. Он дает родителями либо каким-либо значимым лицом для человека. Очень часто бывает так, что человек даже не замечает того, что это происходит. А вот это произошло. Вот. Вот. И, соответственно, в своей жизни такой человек руководствуется именно этим установкой. Да? То есть, например, если родители в своем отношении к вам говорили, что вы, допустим, ну, допустим, самое лучшее, что вы самая красивая, самая привлекательная и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот. То нет ничего удивительного в том, что вы будете ожидать, что все люди будут относиться к вам именно так. У вас уже есть ожидания определенные. Вот. Эти ожидания вы, естественно, будете проецировать на людей, тех, с кем вы встречались или встречаетесь. В случае, в случае, если немножечко другой момент, например, вам говорят, что вы наоборот, ни на что не способны, ничего не можете и так далее, то у вас… будет постоянно ожидание этого, того, что вы ничего не сможете, но хотеться, то будет вам все равно какого-то признания, какой-то оценки и так далее. и это будет выражаться, проявляться вот в том, как вы устраиваете свои отношения. И поэтому, вначале, для того чтобы помочь вам, нужно сделать следующее. Во-первых, проанализировать ваши отношения. Почему они завершились, чтобы служило отправной точкой для их завершения отношений. как, почему и так далее. Второе. Второе. Почему вы боитесь ошибиться? Вы говорите о том, что не можете начать новые отношения. именно или того, что боитесь ошибки. Но боитесь ошибки-то вы почему? Потому что от нее, от ошибки, зависит то, насколько вы сможете удовлетворить свои желания. А свои желания, поправьте меня, если я ошибаюсь, вы хотите удовлетворить через других людей. Ну, через своих партнеров, да? Вот. Ну, честно. И это неправильно. Потому что в отношения нужно вступать. И лучше сказать так. Желательно, безопаснее вступать. Таким образом, чтобы вы были в них независимы. Если вы в отношениях зависимы, то вы перестаете вести себя естественно, вы перестаете вести себя как-то правильно, вы перестаете вести себя адекватно. в отношениях. И для людей, для людей, для окружающих вас, вы теряете свои цены. Вот. Я надеюсь, что вы этого не хотите. Ну, в противном случае, я думаю, вы бы не пришли на этот ресурс для того, чтобы задать свой вопрос. Вот. Поэтому со всем этим нужно разобраться. И, в общем, одно после этого, если вы не увидите какого-то результата, прогресс, нам уже можно будет разбирать более глубокие пласты вашей личности, это те, где пропадают ваши родительские посылы и так далее. вот. Исходя из того, что вы написали, я полагаю, можно закончить мой ответ, потому что информации очень мало, которые вы предоставили для более полного ответа. Информации нужно больше, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в кличку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!